Всем привет! Существует много способов, как покрасить яйца на Пасху, но самым актуальным все равно остается наш традиционный способ покраски луковой шелухой. А вам сегодня я покажу, как сделать вот такой интересный рисунок с сеточкой. Для начала я луковую шелуху помещаю в кастрюлю. Если на шелухе имеется песочек или земля, промойте ее проточной водой. Я заливаю холодной водой, утапливаю ее и в воде она распрямится, размякнет и отставлю кастрюлю пока в сторонку и займусь подготовкой яиц. Мне понадобится эластичный медицинский бинт в сеточку у меня номер 2. Купила я его в аптеке за 12 рублей. Это очень дешево, я думаю, что всем доступно. Выглядит он мне вот таким образом. Такая трубочка 10 сантиметровая, в нее помещается 2 яйца и понадобится еще иголка с ниткой. В бинт помещаю сначала одно яйцо и сшиваю с одной стороны. Только кажется, что шить это долго. На самом деле это делается очень быстро, буквально 2-3 стежка. Самое главное, стянуть. Помещаю туда второе яйцо и сшиваю также с другой стороны. У меня на канале есть и другие способы, как украсить пасхальные яйца. Заходите и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. Разрезаю бинт между яйцами и посмотрите, как я натягиваю сеточку для того, чтобы был более четкий и качественный рисунок на яйцах. И также аналогично сшиваю все стороны. В кастрюлю добавляю столовую ложку соли для того, чтобы яйца не потрескались. Опускаю яйца в кастрюлю, накрываю их сверху луковой шелухой и ставлю нагреваться на плиту на небольшую температуру. Я яйца крашу так, как это делают у меня в семье, поэтому я ничего не меняю, мы так привыкли. Поэтому после того, как вода закипит, я ставлю таймер на 1 час. Если вы привыкли варить яйца меньше по времени, не варите так. Но я помню, что из-за длительной варки у бабушки яйца очень долго не портились. И еще они обретают такой кремовый оттенок и даже по вкусу становятся другие, не как обычные вареные яйца. В течение часа я несколько раз подхожу, аккуратно перемешиваю яйца для того, чтобы они более равномерно окрасились. У меня была шелуха от красного лука, поэтому цвет получался такой насыщенный красно-коричневый. Яйца еще смазала немножко растительным маслом для блеска. Вот такой вот симпатичный рисунок получается. Буду очень рада, если этот способ вам пригодится. Всем удачи, пока-пока!